Доброго времени суток YouTube! Я не на работе, ребенок заболел, он сидит, тоже смотрит YouTube. Сейчас собираемся чуть-чуть выйти на улицу, потому что врач сказала гулять нужно каждый день, кашляет. Я уже с ума схожу, когда это все закончится, но в общем все как-то так. Думала поснимать какой-нибудь аутфит свой, но на самом деле ничего интересного. Единственное, что вот этот вот джемпер, который на мне сейчас одет, это я уже собираюсь на улицу, видите, уже в шапке стою. Купила вот такой джемпер, я очень люблю косы, хотя он жутко прибавляет в объемах, да, то есть мы кажемся больше, чем мы есть на самом деле. И мне он очень нравится. У меня был такой когда-то белый, а сейчас меня почему-то потянуло на более яркие цвета, хотя была возможность взять тоже и белый, и ну такой, скажем, молочный, что-то такое там было, зеленый, горчичный был. Но я вот решила, что думаю, надо попробовать перейти в красный цвет, да, все-таки все черное, темное, хочется какого-то света, цвета в первую очередь. В общем, вот такой вот джемпер себе взяла, вот, и еще на зиму купила себе ботинки. Да, вот такие вот ботиночки. Официально взяла, чтобы можно было одевать их с джинсами, они имеют два варианта носки, то есть если у вас джинсы такие большие, широкие, то вы поднимаете. Если, например, джинсы узенькие, или какие-нибудь скини, или еще что-то такое, то можно сделать вот так вот. Это у меня, правда, большие они, ну как большие, они по размеру большие, на самом деле они немножко маломерят. Не люблю шнурки, но здесь вместо шнурков вот такой вот ограничитель. Производство это, кстати, Россия. Покупала я в магазине Bonavi, вот, Bonavi называется, и купила я их со скидкой. Я их уже одевала, да какой одевала, я их почти каждый день одеваю, чтобы быстренько выбежать, прыгнуть в машину и отвезти, отвозить ребенка в школу. Вот, это натуральный мех, натуральный такой нубук, я их сразу обработала специальной пропиткой, аквапропиткой. И были сильные, сильный снегопад был, но на них не остается разводов, то есть они намокают, это действительно так, то есть они такими темненькими становятся. Но по факту потом разводов, вот, где вы в мокрый снег наступали, их не остается. Так что да, вот такие вот два варианта носки. Один с поднятыми таким манжетиком, да, а второй с отворотиком. Сейчас мы с ребенком собираемся в магазин купить кое-что. Мама позвонила моя, говорит, порошок продается со скидкой. Мы вышли из Магнита, что-то нагрузились, вон там детеныш подпрыгивает. Первый раз мы здесь были в этом универсале. Универсал довольно большой, но выбор какой-то не очень мне понравился. И дороже, чем обычно. И вот сейчас стоим и думаем, в какую сторону нам идти, потому что район такой новый. Пошли сюда. Тут негде спуститься. Куда ты пошел? Здесь возьмем. Это ты вокруг дома сейчас обойдешь. Райончик такой тихий и спокойный, хотя рядышком с нами довольно оживленные улицы находятся. Вот сейчас мы просто попали между двух домов. Стандартная советская застройка 90-х годов. Все подъезды с обратной стороны находятся, поэтому пешеходный этот тротуар какой-то он неухоженный. Наша задача подышать свежим воздухом. Просто холодным, морозным. Врач сказала, что несмотря на кашель, нужно обязательно гулять. А вот это вот реалии нашей жизни. Вот такие вот. Видите, жигулевская бойлерная со дна. Прямо в подъезде. Я считаю, что это просто фу-фу-фу. Вообще повышает криминогенную обстановку, на мой взгляд. Несмотря на то, что здесь может быть 20 раз спокойно и как угодно. Мы вышли на более ухоженную дорожку. День короче становится. Да, Илюха? Вот на Илюхе, кстати, тоже пуховичок. Знаете, где купила? Господи, где же я его купила? Акула. Во, вспомнила. Магазин Акула, как ни странно, перед самым... Перед самым-самым... Подойди, пожалуйста, Лопусь. Перед самым сезоном у него... Смотрите, какая прелесть. Такие вот кармашки, все отделано. И... Стой. Вместо кнопок... Да, кашляем мы. Вместо кнопок вот такие вот пуговки четкие. То есть это кнопка, но как бы это пуговица. Только почему у тебя не закрыт-то на тебе, а? Муся. Вот так вот. И клапаны вот такие тоже отделаны. Можно их заправить, и тогда будет такой красивый прорезной как бы карманчик. А можно выпустить. Пошли вот здесь вот. Куда ты пошел? Ну давай, короче, ладно. Вот мальчики. Вот так ходят мальчики с незастегнутыми. Это что такое? Ты почему не застегнул эти ботинки нормально? Нет, не застегнул. Что там все торчит-то? Все флястики торчат. А? Кот радуется, что мы пришли. Вот так, да. Мы пришли. А-а-а! Радуется! Он кусает, капец! Ты посмотри, что... А это она от радости кусает. А я вообще котик. Что-то у меня подсветка автоматом включается. А я вообще котик. Котик. А уш-то назад прижал. То ли он одним ухом слушает меня. Котик. Котик. Ой, вот так вот. Чешется. Ухо чешется. Ты чешать ему. Ухо чешется. Надо почистить уши. Слушай, вы застегни. Почешуем ушко. Котик, котик. Мухя, давай раздеваться. Смотрите, мы стоим одеты. Я снимаю. Вот до чего, да? Дошло. Мы стоим одеты, и Наташа снимает видео. Так, тут вопрос возник про румяна. Я сегодня в инстаграм выложила фотографию вот таких вот румян от Фаберлик. Видите, они очень такие красивые. И они выглядят... Кто-то говорит мне Диор. Я, например, мне не напомнили Клиник. Вот так это выглядит, видите? Вот такие. Они разные, то есть их можно в порознь использовать. Самый светлый белый. Он такой, видите, прям как хайлайтер. Самый темный. Это больше как бронзатор. Но на самом деле он не похож на бронзатор. То есть на бронзатор он не тянет, потому что он уходит в персиковый. Самый яркий из них вот такой. Вот он, видите, прям персик красноватый. И два... Ну, они разных. Ну, в общем, короче, в разном сочетании они вот такого вот плана идут. Я их, честно говоря, смешиваю. Мне вот лень тыкать кисточкой. Отзыв мой такой. Они пылят. То есть когда вы их набираете, прям сразу моментально все вокруг. На щеках. Я сейчас вот так вот поярче нанесу. Ой, у меня отблеск от этого. От закатного солнца. Ну вот, смотрите, видите? Персиковый такой оттенок. В общем, он требует растушевки. Иначе он смотрится слишком, слишком насыщенно. Но отдают оттенок. Да, у меня кисть. Это у меня... Кто это у меня? Это у меня мак. Да, из козочки. Отдают, как вы видите, очень. Они хорошо прям цвет. Очень насыщенный. Пигментированность, да, очень такая высокая. Вот. Поэтому, ну, вот как видите. Но это же не в том плане люкс. Прям вот люкс-люкс. Нет, например, они не такие плотные, как, допустим, Шанель. Нет, эти более рыхлые. Но, кстати, например, если сравнивать с Клиник, у них была у меня, это самое, Клиниковские вот эти вот тоже с цветочком. Клиник проигрывает. Клиник еще больше пылит. Он вообще рыхлый-рыхлый. И там перламутра больше здесь, как вы видите, не очень много перламутра, только в белом. Он такой ярко-ярко выраженный, все остальное матовое. Вот мне нравится. Я их как увидела, я сразу поняла, что я хочу, чтобы они были моими. Так что, вы знаете, очень и очень могу посоветовать. Мне они вот нереально понравились. Мне кажется, такие цвета подойдут практически всем. То есть, как видите, они вот прям такие очень-очень красивые. Есть и розовые. При смешивании получается что-то нейтральное. Но я сейчас что-то ударилась в натуральные оттенки. У меня просто зимой глаза немножко меняют цвет. Чем холоднее становится на улице, тем более синими становятся у меня глаза. Летом они у меня прям выгорают, выгорают до серого. И когда глаза становятся более синими, я не знаю, честно говоря, с чем это связано. Может быть, с тем, что общий зеленый пропадает вокруг, да, то есть солнца меньше, и зеленого вокруг тоже меньше. Все такое серое становится. И у меня глаза начинают более выигрышно смотреться. Так, о чем это я? А да, значит, я начинаю переходить на естественные оттенки, на беш, на серо-коричневый, на топовые такие цвета. Соответственно, к таким цветам лучше, конечно, не ярко-розовые вот румяна, которыми я практически все лето пользовалась, а лучше вот смесь таких вот, вот таких вот, что-то такое вот. У меня уже есть одни румяна, которые не совсем мне подходят по цветотипу. Они в теплую гамму отдают, но они очень неплохо смотрятся с холодными бежевыми или с холодными коричневыми тенями. Кстати, я вам сейчас покажу. Нашла я свою тоже старую-старую палетку от Vivienne Sabo. Кстати, у Vivienne Sabo очень хорошие румяна, такие долгоиграющие, видите? Вот у меня сегодня на веках макияж как раз сделан вот этими. Но румянами я этими не пользовалась, я их нанесла немножко под бровь. То есть я их сегодня в качестве тени использовала. Мне не очень понравился эффект, но, ну, как вариант. Вот к такому макияжу вот такие вот румяна, они подошли прям вот очень-очень хорошо. Ну вот, теперь я окончательно с вами прощаюсь. Всем всего самого доброго. Большое спасибо вам за внимание. Подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии. Всем всего самого доброго и пока! Субтитры подогнал «Симон»!